Зелёный остров Записывать программу где-то в саду, где-то на открытом воздухе уже совсем некомфортно, поэтому будем считать так, что летний сезон передач завершён, и мы переходим к зимнему циклу, и теперь передачи мы будем записывать где-то в помещении. Ну, кстати, такая погода сохранится, холодная, сравнительно непродолжительное время. Уже во вторник начнётся потепление, температура воздуха и дневная, и ночная будет выше нуля, но правда не очень высокая. Днём там где-то в районе плюс 8, плюс 9 градусов, тем не менее, это значительно теплее, чем минус 8 в воскресенье. Но продлится вот это вот потепление, опять же, не очень продолжительное время. Где-то в следующий понедельник вновь начнётся понижение, и там уже, судя по всему, начнётся самое что ни на есть зима. Во всяком случае, вот уже через неделю, дней с положительной температурой даже в дневные часы мы с вами не наблюдаем. О чём это говорит? Это говорит о том, что мы с вами должны как можно быстрее на этой неделе завершить все работы на приусадебном участке. Об этих работах мы с вами ещё обязательно поговорим. Ну, а сейчас вашему вниманию я предлагаю сюжет, который мы записали во время первого в этом сезоне занятия клуба садоводов-любителей, который, так же, как и наша передача, называется «Зелёный остров». Вообще, это очень здорово, когда в городе работает подобный клуб. Вот когда я бываю где-то в других городах и рассказываю, что у нас уже много лет работает клуб, он проводит и выставки, и очень интересные занятия, и приглашает и селекционеров, и всё-всё-всё. Он мне говорит, о, неужели это вот правда? Я говорю, да, вот такие мы молодцы. Ну, вот, состоялось на прошлой неделе занятие клуба, ну, и, естественно, это занятие было посвящено, ну, подведению каких-то итогов. Вот сюжет об этом занятии я и предлагаю вашему вниманию. Уважаемые садоводы, разрешите поздравить вас с завершением сезона. Завершение сезона – это всегда праздник, хотя, говорят так, что садовод завершить сезон не может, да? Даже вот когда выпадет снег, даже когда мороз, всё равно у нас начнём семена перебирать, начнём там нож для прививки точить, да? В общем, все наши мысли только о саде. Вот такие мы люди. Ну, год был, опять же, лето такое, начиналось оно очень невнятно. Как обычно, у нас май перешёл на июнь, но потом всё вроде бы так наладилось. Ну, что радует, у нас осень каждый год делается всё лучше, лучше и лучше. И если бы вот не это похолодание конца сентября, то мы бы вообще просто вот шли, я не знаю, по какому сценарию. Вот посмотрите, сейчас середина октября, а у нас среднесуточные температуры положительные. Вот я смотрю, у людей в саду ещё, и у кого-то свёкла не убрана, у кого-то, значит, ещё там даже томаты в теплицах там растут. И капуста, и петрушка, и всё-всё-всё-всё-всё. И цветы, вот правильно мне показывают, и цветы, до сих пор всё это цветёт. В общем-то, посмотрите, даже никаких начальных признаков повреждения низкими температурами нет. Ну, и вот такая вот погода осенняя, она определила, что у нас сады просто в идеальном состоянии подходят к зиме. Ну, во-первых, вот эти небольшие заморозки, они включили процесс закалки растений. Длинная влажная осень, она позволяет вызреть там почкам, древесинам. И вот в передаче сегодня я рассказываю, что в коллекции есть достаточно много сортов яблони, груши, вот там, явно такого южного происхождения. Я их держу, ну так, чтобы посмотреть, что это, может быть, пыльцу взять там для селекции. Как правило, я на этих сортах естественного листопада никогда не видел. Чтобы подготовить их к зиме, я просто подходил и искусственно обрывал листья, останавливал вот все эти ростовые процессы. Только потом начиналось какое-то там более-менее вызревание почек древесины. Так вот, в этом году я ничего не обрывал на этих сортах вот с длительным периодом вегетации. И тем не менее, я смотрю, на большинстве из них листья окрасились. То есть, мы с вами до этого несколько лет имели такую картину, что зима, снег, а у нас на деревьях листья зеленые. И вот всегда возникает такая проблема, ах, что ж там будет. Вот в этом году, судя по всему, вот этих вот листьев не будет. Тем более, что впереди нам говорят, что погода-то еще чуть да не месяц будет стоять, вот примерно такой характер будет иметь. Да, будет снижение температуры идти, но такого резкого прорыва холода вроде бы нам до середины аж ноября не обещают. Это же будет просто какой-то праздник. Причем, вы знаете, вот могли возникнуть опасения, что вот такая погода спровоцирует распускание почек на культурах, которые имеют непродолжительный период покоя. Что, уже есть? Уже пошла. Вот здесь, да, вот, да. Чеснок полез. Чеснок полез. Вот, конечно, вы знаете, с одной стороны мы, конечно, имеем вот там вызревание почек древесины на плодовых культурах, все. Но вот есть такая тревога небольшая, что жимолость может проснуться, что вишня, слива могут проснуться, что луковичные культуры могут тоже начать вегетацию. Ну, вот, как говорят, в садоводстве, в огородничестве, в цветоводстве, слава Богу, не бывает никогда. Вот если что-то хорошо, значит, где-то вот обязательно возникают какие-то проблемы. Но я думаю, что длительно эти процессы не будут развиваться, потому что вот уже к концу этой недели температура понизится, следующая неделя, она будет среднесуточной, температуры положительные, но невысокие. Все же для того, чтобы большинству растений развиваться, цвести, нужна температура где-то выше плюс пяти, плюс семи градусов. Ну, а вот, коль мы заговорили вот о периоде покоя и вот об этой проблеме, с которой мы все чаще и чаще сталкиваемся, когда некоторые культуры у нас зацветают в осенние месяцы, зимой повреждаются, на следующий год практически не дают урожая. Вот по той же жимолости, этим летом, вот я впервые увидел, что такое канадские жимолости. Я был на участке, где ее высажено, там несколько десятков гектаров. Конечно же, канадские жимолости меня просто поразили. То есть, ну, это не просто вот новый сорт жимолости, это принципиально новый тип жимолости. То есть, очень урожайные кусты, причем они такие открытые. Вот у нас как-то вот наши жимолости, российские, вот что-то там все постоянно под листиками, надо там постоянно добраться. Вот они очень сильно загущаются. Эти такие коренастые, высокие растения, открытые. И плодоношение похоже на плодоношение облепихи, только вот не желтыми, не оранжевыми плодами, а такими сиреневыми. Они прям вот набиты, они прям друг друга аж приподнимают на растении. При этом исключительно высокие вкусовые качества. То есть, она значительно вкуснее. Мы как стандарт вкуса пробовали сорт Восторг, сорт Югана, на этом же участке они росли. И Восторг, и Югана очень вкусные. Я считаю, наверное, одни из лучших российских сортов по вкусу. Но вот эти вот сорта канадской селекции, Бориал Бист, Бориал Бьюти, Бориал Близзард, они, конечно же, превосходят. Причем вот не было ни одного человека, который в дегустации принимал участие и сказал, нет вот эти типа, вот наши вкуснее. Все же канадцы значительно выигрывают по вкусовым качествам. У них довольно интересная форма. Наши обычно все вытянутые. Эти все такие бочонковидные, то есть они более округлые, очень крупные. Если на наиболее крупных сортах российской селекции, на таких как Восторг, Стрежевчанка, Бокчарский великан, мы имеем ягоды 1,8, 2,2 грамма. Ну это уже 2,5 это предел. Здесь мы так это прошли, пособирали ягодки, на весы бросили до 3,5 граммов. То есть сразу раз и в дамке называется. Они, правда, созревают в значительно более поздние сроки, чем российские сорта. Но они и не осыпаются. И вот Бореалбист, он даже способен заизюмливаться на растении. Мы его убираем в таком подвяленном состоянии, совсем немножечко подсушиваем и получаем такой жимолосный изюм. Но самое главное их качество, вот о чем я, собственно, начинал, это жимолости, полученные на основе жимолости мелкосетчатой. Эта жимолость в диком виде растет в Японии. То есть климат там достаточно теплый. И вот сформировался вид, который устойчив к пробуждению в осенние месяцы. И вот это вот качество, оно было передано вот этим новым канадским сортам. И эти сорта получились сортами с очень глубоким периодом покоя. То есть их можно выращивать вот здесь на Урале и не заботиться, что они зацветут у нас вот при таком теплом октябре, может быть даже в ноябре. Более того, эти сорта, я думаю, что они произведут революцию, потому что жимолость вообще северная культура. Если мы ее выращиваем на юге, она регулярно просыпается и после этого не дает никакого урожая. Поэтому вот там в Ростовской, в Белгородской области там жимолость стоит каких-то бешеных денег. Я в свое время называл такую цифру. Мне украинцы сообщали на рынке в Киеве в сезон жимолости. Жимолость стоит в 12-15 раз дороже, чем килограмм жимолости, чем килограмм земляники. Это мы тут своего счастья просто не видим. Давайте ее на экспорт отправлять. Ну и у этих жимолостей, вот что очень хорошо, я как раз был на участке, где происходило конкурсное испытание. И мне показывают, вот видите, один из лучших российских сортов, сорт Восторг. Ему три года и урожай на нем, там что-то 270 граммов взвесили. Вот одного года посадки Бориал Близзард и на нем урожай уже 1,3 килограмма. То есть там очень быстрое нарастание урожаев идет. То есть если на наших сортах мы имеем на трехлетних только так, скажем, чуть-чуть побаловаться, чуть-чуть попробовать, то там мы уже имеем товарные урожаи. А вообще, значит, урожайность с куста вот этих вот канадских жимолостей доходит до 6 килограммов. Для жимолости это потрясающий результат. Ну и немножечко еще там о будущем жимолости. Там же на сорта участке я видел отборные формы профессора Боба Борса. Вот, собственно, кто вывел эти жимолости в Канаде. Он передает в питомники вот свои новые отборные формы для того, чтобы питомниководы могли как-то с ними познакомиться. Они пока еще не зарегистрированы. Но я вам скажу, что вот эти вот все Бориалзы, Бист, Бьюти, Близзард, это еще не конец. Что там есть формы, которые вообще так вот смотришь, и дыхание останавливается. Итак, уважаемые телезрители, мы с вами посмотрели первый сюжет с занятия клуба садоводов «Зеленый остров». Напомню, этот клуб уже не первый год работает в нашем городе. Проходят очень интересные занятия в этом клубе. Ну а сейчас вашему вниманию я предлагаю небольшую зарисовку, материал для которой отснял в минувшие выходные. Вот стояла такая холодная погода, снежочек немножечко сыпал. И вот такое пограничное состояние, я считаю, это идеальное состояние для видеосъемки. Вот в такой погоде есть вот какие-то очень большие, очень глубокие смыслы. Меня часто спрашивают, вот Александр Иванович, когда выйдет передача «Посиделки». Ну, напомню, уже два года у нас эта передача выходила, но выходила она в зимнем цикле. Поэтому в этом году мы не будем делать исключения. В декабре передача «Посиделки» выйдет обязательно. Ну а сейчас, чтобы создать у вас такое немножечко лирическое настроение, вот небольшую зарисовку о природе я предлагаю вашему вниманию. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 не вырастет, я говорю, да нет, вот несколько съел, ничего это самое, ничего не выросло. Ну, в общем, держал я их долго на растении, там, рассада была такая мощная, все, но ни одного вызревшего плода я так на нем и не получил. Не вызревает? Нет. Не вызревает. Да, вот теперь я знаю, что Россия, это первая страна вечно зеленых помидоров и вечно невызревающего зимбала. Ну, вообще, не, я так считаю, вот как декоративное растение, оно смотрится просто изумительно, растет быстро, вот это что-то такое, вот можно там и живую изгородь сделать и все, но фокус не совсем удался, фокус не совсем удался, все же мы пока, это, как-то вот, помидоры нам понятны, перец нам понятен, зимбала пока это, в общем, такая экзотика, что с ним делать, мы до конца, до конца, до конца так и не поняли. Кстати, о помидорах, я считаю, что вот год у нас начинался вот просто невероятно плохо для помидоров, они вот просто не хотели расти и все, но температуры низкие, света мало, вот высаживаемые они никуда, но правда, вот вторая половина лета все это подтянуло, и как ни странно, мы можем сказать, что год у нас был помидорный, год был помидорный, помидоры были много и были, в общем-то, очень даже неплохого, очень даже неплохого качества. Ну вот, если здесь мы высказываем, в общем, личное мнение, я не буду тут, что в целом понравилось магнитогорцам, что мне лично понравилось, ну вот я сразу узнал, да, это карнабель, да, карнабель, это, я вот про этот помидор говорю, вот есть народные артисты, да, вот такие, вот которые вот весь народ признал, вот я думаю, что у нас есть и народные помидоры, вот карнабель явно тянет вот на этот высокий титул, народный помидор, вы знаете, не только вот в Магнитогорске, но и по всей стране это буквально революция, вот с таким набором устойчивости, с такой жизненной силой, и при этом с таким урожаем, и при этом с таким качеством, то есть вот все было просто изумительно, я думаю, что карнабель, да. Причем этот карнабель вырос из пасынков, основной куст у меня стал пропадать в теплице, и пошли три пасынка, и я в июле эти пасынки оторвала, поставила в воду, и в июле, где-то в конце июля я их посадила в грунт, и они выросли в грунте, это было, смотреть на него было вообще вот так. Вот вы знаете, вообще карнабель это томат для защищенного грунта, вот фирма Вильмарен, которая его получила, она его позиционирует как тепличный томат, но, вот я наблюдаю за ним и в теплице, и в открытом грунте, в открытом грунте он мне нравится даже больше, в теплице он слишком сильно рослый, вот слишком у него энергии много, он там две кисти и все, и уже в потолок уперся, и урожай получить вот, ну, очень сложно, да, но вот на улице все же у него там, да, чуть-чуть, это самое, условия другие, и он себя чувствует так, да, поэтому, я думаю, что вот его можно рекомендовать, в общем, для открытого грунта, не опасаясь. ненадолго прервем занятие клуба садоводов «Зеленый остров», для того, чтобы вспомнить еще об одной очень важной работе, которую необходимо провести, ну, в ближайшее время. Я считаю, что сейчас уже пришло время для того, чтобы заготовить прививки для весенних месяцев. Почему сделать это лучше сейчас? Потому что вот эти морозы, которые ударили на Южном Урале, минус 7, минус 8, они вызвали окончательное вызревание древесины, но повреждения ни почек, ни древесины нет, если сейчас мы срежем черенок с молодого дерева, с южной части кроны, если сейчас мы его просто закопаем в землю неглубоко, то весной этот черенок будет идеален для прививки. У него не будет следов подмерзания, он будет просто идеальным. Значит, вопрос я еще раз, вот как я его понял? Вы выращивали яблоню краса Свердловска вот еще там 30 лет назад. Она вам очень понравилась. Крупная, вкусная, все здорово. Вы решили повторить, посадили еще раз красу Свердловска и ожидаемого результата не получили. краса у меня вымерзла. Та вымерзла, вы посадили новую и результата не получили. Вы знаете, скорее всего, это то, что называется вырождение сорта. Вот есть сорта, которые хорошо сопротивляются вырождению, а есть сорта, которые просто вырождаются. В принципе, вырождаются все сорта, только одни быстрее, другие медленнее. Вечного ничего в этом мире нет. Но я считаю, что время красы Свердловска сегодня уже постепенно уходит. Постепенно уходит. То есть, это сорт, который вот уже явно вступил вот в такую вот фазу. Есть сегодня идеи, вот я в этом году был в Вире непосредственно. Я сидел в кресле самого Вавилова, у меня фотография есть, когда-нибудь покажу. Мне такая честь была. Оказана. И я разговаривал с директором Вира, и она мне рассказала, у нас есть программа, у нас есть научные идеи, как реанимировать сорта, которые уже практически выродились. То есть, сегодня есть научные методики, мы поднимаем сорт земляники фестивальная, вот все помнят, какая она была прекрасная. Сейчас даже вот в коллекциях это точно фестивальная садима, она никакая. Она никакая. Да не то, что не она, она выродилась уже. Вот то же самое с вашей красой Свердловска. Вот сегодня есть идеи, как поддерживать сорта бесконечно долгое время. Но опять же, не знаю, насколько бесконечное, но гораздо более продолжительное время. Вот проводить зачистку их. Вот от этой научной работы, я думаю, вот садоводы ждут очень многого. Итак, уважаемые телезрители, у меня есть небольшой вопрос от садоводов-любителей, как хранить репчатый лук. Многие садоводы жалуются, что репчатый лук хранится в этом году очень и даже очень плохо. А у меня вот в руках лук, который был убран не в этом году, а который был убран в прошлом году. Я просто вот хочу поставить такой эксперимент, так как же долго его можно сохранить. Вот эта луковица уже хранилась больше 14 месяцев. Вот такой вот результат. Самое главное, чтобы лук хорошо хранился, этот лук должен быть первое здоровым, на нем не должно быть грибковых заболеваний. Об этом мы заботимся еще летом и перед уборкой проводим обработку фунгицидными препаратами. Здесь достаточно байкала, экстрасола, аллерина. Очень хорошо лук просушиваем перед закладкой на хранение. Срезаем его с небольшой вот такой вот стрелочкой, чтобы вот здесь вот была нормальная перемычка. Если мы срежем слишком близко, лук будет храниться плохо. Ну и правильно выбираем температуру хранения. Температура хранения где-то 15-20 градусов. Просто хранить в комнате немножечко жарковато. При пониженных температурах мы можем пробудить точку роста. Ну и, пожалуй, все. А, нет, не все. И правильно подбираем сорт. Дело в том, что, обратите внимание, разные сорта лука по-разному хранятся. Штутгартен вы никогда не сохраните больше там 6-8 месяцев. А в это лук стурон, вот он хранится чрезвычайно долго. Мне лишь остается по времени с вами попрощаться и предложить вашему вниманию еще небольшой сюжет, который мы подготовили опять же по результатам занятий клуба садоводов «Зеленый остров». Я вас за советскую власть вот уже сколько агитирую, агитирую. В яблоне нужно вот в ближайшие годы перейти от сеянцевых подвоев к клоновым подвоем. Ну, не нарадуюсь я в саду вот на эти яблони, которые вот клоновые. Ну, они чуть выше меня ростом. Дают они мне там ведро, дают два, а мне больше и не нужно. В целом с площади посадите, их же ведь можно там через полтора метра посадить. И все, разные сорта, все ухаживаем с земли, корневая система мощная, рано вступают в плодоношение, ну, реально, на два года раньше, чем вот все остальное. Поэтому, ну, это то, что называется песня для садоводов. Не только у меня появляется. Вот, да. Вот, я считаю, что вот сегодня сортов у нас как раз уже вот выше крыши, вот, как молодежь говорит, вот уже достаточно для того, чтобы вот любые вкусы удовлетворить. Сейчас проблема, проблем подвой. Нам как можно быстрее нужно уйти от сеянцевых подвоев. И тогда сады у нас будут совершенно другого уровня. Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Магнитогорского Магнитогорского Магнитогорского